Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас маленькое, но очень веселое продолжение героинового скандала на Закарпатье. Николай Тищенко впервые прокомментировал это событие. Вы знаете, так морозится и такое морозить мог только человек, который реально хочет посостязаться с Виталием Кличко в остроумии. Если правда, что Тищенко хотят назначить главой Киевской городской госадминистрации, чтобы он вместе с Кличко управил городом, то, вы знаете, тандем на пресс-конференциях будет просто великолепно. Именно в Словакии? А что в Словакии? Мне кажется, эта проблема больше Афганистана. Ну, понятно, что сейчас же, наверное, в Афганистане эта проблема там... Да нет, ну где Афганистан, где Словакия? Откуда героин в Украине появится? Да-да, если уже так рассуждать. Ну, если по вашей... Подождите, если по вашей логике, то... Если он куда-то идет, то он как-то здесь появляется. Может быть, тогда надо спросить министра монастырского Дениса, откуда тогда внутри страны вообще наркотические средства? Откуда они вообще? Ну, вы уже поняли, Тищенко просто пытается продать нам некий образ идиота и заставить нас поверить, что представитель президента в Закарпатье, человек, который курирует все, несу мне духом о том, что несколько недель назад Словакии задержали рекордную партию героина, которую не заметила наша таможня. Мы даже публиковали фотографии с нашего сканера этого героина. И Тищенко притворяется... Да какой героин? Где Словакия? Подождите, героин это Афганистан. Что мне тут рассказывать? А если он внутри страны, так это идите к Монастырскому. Все, с дурака взятки гладкие. Тищенко умело использует этот образ для того, чтобы выходить из любой неудобной ситуации. И точно так же он себя ведет, когда вас спрашивают о его влиянии на таможню и о назначении заместителем Закарпатской таможни, начальника Закарпатской таможни Александра Костины, которого, говорят, назначал именно Тищенко. И именно Костина отвечает за борьбу с контрабандой. И именно Костина причастен к тому, что эту фуру не задержали с украинской стороны. Ну и тут Тищенко разыгрывает дурочка. Какой Костина? Какая таможня? Я и таможня? О чем вы говорите? Я, наверное, не знаю, кто это. А, зам таможни? Да, да. Сказали про те, что и тут, даже в Раде казалось, что это ваша любимая. Моя? Это плитки. Я? Я, что я, что я, что я, отвечаю за таможню? Так, телевизор на личный досмотр. Проверить, что внутри. Проверить, проверить, что в телевизоре. Давайте. Ну, поверьте, мне не заниматься вопросами контрабанды, в чем я вообще не понимаю. Мы еще не уверены, но вроде бы 100 килограмм не растаможен. Там же есть руководитель, они за всех за это отвечают. Как он немой, я занимаюсь там политической партнерой, и все. Поднимаю, рейтинг растет, все довольны, люди довольны. Мы боремся. Мы берем задурно. Спасайтесь любой из них, и я беру задурно. Так, протокол. Все, составляем протокол. Я же не могу за все отвечать, но это уже очень сложно. То есть таможню вы... Да, принципиальная позиция. У меня вообще принципиальная позиция. У меня вообще принципиальная позиция, наоборот, все хотели, чтобы мы шли, занимались таможней, и вертолетами, и самолетами, и дорогами, и лесами, и вообще всем, и горами. Но надо сконцентрироваться. Если вы хотите что-то добиться, надо на что-то сконцентрироваться. Ребят, я сказал, что будет порядок, я уже приехал, все. Я приехал в Закарпатье, меня сюда прислал президент. Будет порядок, кому непонятно. Сто килограмм, смотрите, сто килограмм я уже нашел. А это еще я вам не сказал, что у меня идет бурная, сильнейшая работа в моем Святошинском округе. Мы пахали, я и трактор. Примерно так можно характеризовать бурную деятельность Николая Тищенко, чего бы она ни казалась, и где бы он ее не развивал. В Киеве, на Закарпатье, в Киево-Святошинском районе, везде, где Николай, там появляются какие-то движения. Правда, результаты этих движений, ну, на примере словацкой фуры мы видим, но тоже вопрос пятый. Наверное, это кому-то нравится, то, что он делает. И, Николай, давайте еще раз закрепим. Я же говорю, была информация, что это ваш человек. Хотела вот спросить, вы вообще первый раз слышите про Александра Костина? Первый раз вообще. И не то, что слышу. Даже не видели никогда его. Нет, конечно. А как? А вот так. Вот внутри таможни все говорят, что за движением карьерным Костины стоит именно Тищенко. Члены конкурсной комиссии неофициально говорят о том, что именно Тищенко лоббировал его назначение и продвижение в тройку финалистов, когда проходил конкурс на начальника Закарпатской таможни, но после шума его таки не назначили, а поставили только замов. А Николай Тищенко делает круглые глаза. Я не я и лошадь не моя. Ну, может быть, Николай. Мы не судьи. Пусть разбирается ДБР, который с удовольствием открывает дела на Лераса, на Бутусова, на всех подряд, но не замечают вот такие вот забавные истории. Подписываемся на канал, делимся этим видео. Всем пока.